всем большой привет прошла неделя и я хочу показать вам результаты по нашему марафону апрель месяц стартов на прошлой неделе я снимала подготовку трех моих процессов снимала я ее перед праздниками и в эти дни мы все проводим какую-то подготовку и видео я снимала урывками кусочками и вот когда села монтировать собрать эти кусочки воедино было как-то сложно получилось немножко сумбурно и вот думаю правильно делаю девочки что пишут сценарии хотя у меня пока так не получается и я опять снимать экспромтом посмотрим что же у меня получилось по моим этим трем процессам за неделю начнем с первого процесса это очередно мыть набор смешанной техники как вы видите косички больше нет нитки я раз распустила потому что было неудобно работать именно с этими нитками брать из косички но и бисер пока у меня остается в пакетиках и я долго не могла определиться как же мне вышивать на какой канве то ли оставить родную канву то ли все-таки мне взять линду 27 каунта который у меня был кусочек но все-таки я решила остаться на оставить на родной канве потому что я не была не уверена как это будет с бисером ложиться на 27 каунте решила не рисковать хотя не скрою немножечко жалею мне кажется что все-таки было бы неплохо на линдочке вышить ну вот я такой человек и не стала рисковать поэтому оставила все на родной канве и тоже долго не могла я определиться как откуда мне начать вышивать вышивала я сначала поставила пиальца поставила из центра потом поставила в общем как дурень со стопой носилась я с этими пальцами в итоге я сделала маркером такую обычную разметку нашла где у меня центр где у меня краешек и переставила на кюснапы и стала вышивать именно на кюснапах вот на кюснапах было очень удобно очень хорошо все у меня поместилась полностью вся картинка я определила тот участок где у меня вышивка ниточками и приступила схема разработана очень удобно поэтому вышивалась все на одном дыхании я брала вышивка здесь идет в три ниточки поэтому я брала сразу по три нитки некоторые нитки нарезаны очень очень длинно некоторые коротко я вам показывала и поэтому мне приходилось складывать их в три и вот этой длинной ниткой я выбирала один цвет и вышивала вот по цветам пока не закончится нитка чтобы не парковать мне не хотелось делать еще парковщика и сохранять иголки поэтому находила и старалась дошивать везде этот цвет не знаю мне сейчас камера почему-то не очень удачное освещение как-то не показывает мне не показывает вам хорошо крестики может быть ставлю фотографии вот вы знаете не могла себя оторвать от этой вышивки мне очень понравилось вышивать так как схема легкая и ниточки ложатся в крестики очень очень хорошо гладенько и даже видите есть у меня первый участок определился где будет идти вышивка бисером но я решила так я решила сначала отошью полностью все все крестики а потом постираю поглажу и потом уже вышлю бисером потому что конвушечка вот мне кажется она хочет стирки так же пока краешек канвы я не ничем не обрабатывала это нужно будет сделать обязательно и я надеюсь что в скором времени я вернусь к этой работе не очень очень понравилась эта вышивка вот так покажу вам еще раз картинку вот она вот такое у меня начало идти перейдем следующему процессу процесс номер пять панна эта подушка размер которой 32 на 32 сантиметра стихия ветер эту подушку в реале я начала открыл этот набор первым но из-за того что были праздники мне не удалось особо уделить ему внимание и я вышила мои пробные первые крестики в центре наверно вот этот вот маленький кусочек я вышивала центре этот кружочек вот так ниточки мне очень очень понравились несмотря на то что нарезка совсем короткая как мы не любим сами нитки очень качественные яркие приятные такие хорошие ниточки процесс номер шесть ваза с розами дизайн маржолин бастин в этом процессе я заменила канву на линду 27 конца аккаунта цвайгард и с первыми крестиками я поняла как сильно я соскучилась по линде и оторвать себя от этой вышивки было очень сложно вышивала я на пяльцах на руках край канвы обработала лаком как всегда для ногтей ниточки здесь достаточно приемлемые ложатся они очень аккуратно и красиво начали я вышивала по оригинальной схеме но поняла что мне необходимо делать зачерки иначе я забуду где что вышла где нет и потом сбегала на работу сделала себе копию теперь буду вышивать по копии по цветной копии вот такие мои первые крестики вышивала я по цветам старалась брать одну ниточку и вышивать полностью этот цвет очень очень мне понравилось как ложатся ниточки на этой основе и дизайн меня захватил я очень и очень жду момента когда я смогу снова вернуться к этой вышивки это на сегодня вот мой самый любимый желанный дизайн и я задаюсь вопросом ну почему же и раньше я его не начала вышивать наверное ждала такой возможности которую нам предоставили поля и и марианна нас в общем так простимулировали на то чтобы мы попробовали наши заветные наборы наши заветные дизайны которые лежат томятся и только попробовав можно узнать насколько ты сильно хочешь вышивать в данный момент этот дизайн вот ласка был у меня этот набор я его сейчас немножко перереконизовала и очень-очень мне нравится вышивать этот дизайн поэтому буду ждать момента и обязательно вернусь к нему первым вот девочки такие мои первые результаты спасибо вам за просмотр всем большой привет девочки кто нас смотрит кто нас поддерживает и всем участникам этого марафона тоже большой привет ну и до новых встреч пока пока